День добрый, уважаемые любители распиленных маслинг-фильтров. Продолжаем обзор после продолжительного перерыва. Сегодня у нас Mando. Вот его номер. MMF 045141 Заменяет оригинал VAC с такими номерами. Применимость двигателя 1.6, 1.8 Довольно-таки старых годов производства. Фильтр имеет подсъемник. Такое ребрение, как в фильтрах ВАЗ. Можно обычной линейкой или отверткой. За этот съемник откручивается. Довольно-таки удобно сделано. Все бы так делали. Резьба на фильтре качественно отличная. Как отполированная имеется какая-то мехобработка, чтобы удалены были такие заусенцы. Какие-то остатки остались. Ничего опасного, что может отвалиться, нет. Обратный клапан. Так назовем материал 50% силикон. В минус 20. Эластичность немного теряет. Но далеко не пластмасса. Клапан поджат катушкой. В закрытом состоянии. Сейчас покажу, как это пружинит. Наверное, не получится показать, потому что герметиком довольно-таки хорошо все залито. Поэтому пришлось немножко плоскогубцами покурочить донышко, чтобы отделить от центральной тубы. Но на фотографиях в отчете можете посмотреть по ссылке в описании. Клапан имеет преднатяг по закрытию на 2-3 мм. То есть довольно-таки неплохо поджат в закрытом состоянии. Герметичность должна быть на высоте. Идем дальше. Заливка герметиком. Прекрасная. Как видим, равномерный толстый слой. Избытка герметика в виде капель, потеков нет. В центре тоже отличный слой. Как видим, туба была влита в этот герметик. Поэтому пришлось немножко постараться, чтобы все это отделить. Укладка бумаги максимально частая. Складки довольно-таки глубокие. Поэтому площадь фильтрации в этом фильтре вообще фантастическая. Получается, вы можете на бумажке посмотреть данные. То есть высота шторы 9,8 см. Длина сложенной вдвое бумаги 133 см. И площадь фильтрации 2600 7 квадратных см. Перепускной клапан сделан отлично. Из резины. Усилие открытия 4 кг. Диаметр клапана 1,35 см. По расчетам получаем 2,8 атмосфера давления открытия. Образцовый аналог MAN имеет 2,5 атмосферы давления перекуска. То есть фильтр плюс-минус укладывается, как и в MAN. 2,8 отличный показатель. То есть все-таки не одна атмосфера, не полторы атмосферы. То есть MAN старались сделать так, как положено, как указано в спецификациях. Фильтры, кстати, очень напоминают мегафильтр. Мисфаты, еврореперы. Такой же цвет герметика. Такой же перепускной клапан. Вот эта вся эта форма на отверстие в середине. Только отличается центральная туба. На мегафильтрах такая не применяется. Кстати сказать, щелевого типа обычно самая дешевая она в производстве. Но здесь сделано, видно, как очень качественно. Немножко в лучшую сторону выделяется. Среди аналогов щелевого типа. Довольно-таки глубокая перфорация. То есть обычно щелевого типа оказывает какое-то дополнительное гидравлическое сопротивление движению масла. А здесь все прекрасно. Идем дальше. Фильтрующая бумага. Толщина 0,44 мм. Вес 38 грамм. Единственное минус, только у бумаги не особо выраженная плессировка. То есть, как видим, складки могут смыкаться. Это, пожалуй, единственный минус в данной бумаге. Не прослеживается при сдавливании. А так, рвется довольно-таки сложно. При срыве видно волокнистая структура. Хороший, качественный, средний материал. Да, бывает бумагой потолще, бывает и получше. Но, средний бюджетный фильтр. Так что, фильтры ставим оценку 5. К покупке рекомендован. Переходите по ссылке в описании к видео. Сможете открыть фотоотчет со всеми замерами. Так что, Мандо в этот раз удивило. Ощущение, что подняли некачество фильтров. До этого не так все было прекрасно. Возможно, просто на аутсорсинге какой-то фильтр сделали. И перепаковали тот же Микафильтр с незначительными изменениями. Так что, спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok